Это льгоф в одном из микрорайонов города. Жители много лет пользовались водой из скважины, которая находилась на территории местного сахарзавода. Три года назад все изменилось. Жидкость, которая теперь льется из кранов на питьевую воду, не похожа совсем. Роспотребнадзор неоднократно брал пробу. Заключение такое. Вода не соответствует требованиям Санпина. Вот такая у нас вот. Платите вы за нее, как за хорошую. Сейчас водоснабжением микрорайона занимается местный водоканал. Но вода в скважине не лучшего качества. В ней много железа. Измошенное оборудование не позволяет ее очищать. Жители просят, чтобы им вернули возможность пользоваться скважинами завода. Там вода была лучше. Женщины, можно сказать, плачут. Умыться невозможно. Сиральную машину я купила. Она уже скоро полетит. И такая грязь, что она не отмывается. Я замораживаю воду. И оттаивает она у меня. Только тогда можно ее как-то пить. У нас находится школа и детский сад. И дети пьют эту воду. На встрече с местными жителями активисты ОНФ сообщают. Подписано соглашение между администрацией города, водоканалом и сахарным заводом. О том, что теперь вода к ним будет поступать из старой скважины. Правда, документ рассчитан всего на два месяца. А что будет дальше? Этот вопрос фронтовики адресуют главе Льгова Владимиру Воробьеву. Вот на встречу с нами жители принесли вот такую вот водичку. Платят они за нее как за хорошую. Вы знаете, на мой взгляд, я в этом убежден, что не решает подача воды от сахарного комбината проблему не только чистой воды, а подачи воды. Почему? Потому что сети очень в неудовлетворительном состоянии. Только за прошлый год было 46 порывов. Средств, чтобы сделать ремонт, в местном бюджете нет. Оттого и страдают жители во всем Льгове. А микрорайон сахарзавода больше всего. На сегодняшний день уже есть проект. Он не первый год. Проекту 7 лет. Ну просто стоимость проекта по водоснабжению этого микрорайона, скажем так, да, более 60 миллионов. Ну для Льгова это неподъемная сила. Поэтому вот так затыкаем дыры, как только можем, как позволяет бюджет. Со временем ситуация будет меняться. Но надо, конечно, очень большие затраты. Естественно, капиталовложения в город и область, я думаю, это не потянет. Тут вот для того, чтобы за федеральные деньги. Поэтому, чтобы решить проблему, Льгов участвует в программе «Чистая вода». Основную часть денег выделяет Москва. От муниципалитета требуется лишь небольшое софинансирование. Кроме того, в администрации Льгова заверили, что все работы по переходу на старую скважину почти завершены. В ближайшие дни у людей снова появится чистая вода. А по истечению обещанных двух месяцев соглашения должны продлить. Общероссийский народный фронт, а также наш телеканал будут следить за развитием этой ситуации. Правильно я понимаю, через два месяца, когда местные жители этого микрорайона включат свою воду, у них ржавая вода не польется? Нет, мы не допустим этого. Мы этого точно не допустим. И я думаю, что руководство сахарного комбината, от которого это сейчас заведет, тоже не допустит. Анастасия Бабир, Алексей Еременко, События дня.